Так, а Навик сейчас будет первый раз готовить на нашей плесе. Навик говорит, мы должны были какую-то дорогую еду есть первую. Да, смотрите, камера за 20 тысяч я заказал. Присылали. Что это бильярдники? По горячему следу понять, и это там выяснится что-то. По полиции прекратится, может прям полицию туда вызвать. Смотрите, что с ребенком стало. Так страшно выглядит, что сейчас все обрубаем. То есть надо было, конечно, убрать, сначала мы не убрали. Ммм, очень вкусно. Итак, привет, ребята, здравствуйте. У нас прошло несколько дней. Я чуть переболел, в общем отдохнул. Ну как отдохнул, все время куда-то ездим, работаем, делаем что-то. На отдыха времени больше нет. Вот, и вчера ездили в апартаменты, последние вещи забирали. И поэтому нас снова побал. Бардак. Здесь бардачок. Как будто все сначала. Вот, так же съездили в магазин, купили всякой штуке. Я купил себе. Буду учиться работать с дрелью. Ну и еще рабочим, которые забор делают, чтобы они быстрее делали. Заряжающая дрель. Вот. Но она для цемента не подходит, только для дерева. И металл, вроде сказали. Я только не пойму, как металл можно просверлить, а бетон нельзя просверлить. Ну ладно. Для бетона мы купили такую. Ой, наоборот, это же, это зарядная. Да, это за батареей. Вот. А, дрель. Я ни разу ничего не... Да, зайчик. Это фиш. О. Фиш. Фиш? О, да. Молодец. Хорошее воображение. А это что? Брокон. Брокон. Ты мамино растение сломал? О, вон было растение. Зай, ой, не надо, пожалуйста. А, все, растение сломал. Яй, ты украл мои планы. Где... Юли, что случилось? Посмотрите, он так плохо. Он сказал, что это лис. Нет, нет, нет. А, ты... Хайдет. Я не могу, наверное, это снова. Чашечки купили. Ну, короче, газов, например, купили. Для газа, подключения. А потом вот для стиральной машины удлинителя не хватало. Там для стиральной машины. И такая дрель уже от розетки работает. Ей уже все можно сверлить. Ну и еще уровень. Типа, чтобы полки... Я хочу полки научиться, короче, присверливать и все такое. Это я хотел удлинитель. Сделать разветвлитель, чтобы там ноги можно было ополаскивать сзади. Юрчику тоже мы инструменты купили, но он их уже разбросал. Так, Юрчик, и носочки свои снял, Асиматю. Также купили второй замок. Нет, это нам починили. Замок вот такой более серьезный сюда поставить. Пока это не межкомнатная дверь, а на улицу, чтобы здесь что-то посерьезнее было. Потому что этот у нас уже сломался, здесь был, но нам уже заменили. Кудя, что такое? Watch. А, да, также мы телевизор попросили повесить, нам повесили. Вот, теперь он у нас не на столе, а вот так красиво от столика освобождается. Также всякие коврики, вот, Нави взяла. Занавеску купили. Зеркало. Вот, повесили. И нам сделали уже кран. Единственное, еще не подключили здесь до конца, но в процессе уже. Так что вот так. А еще сделали вот такой козырек. Делают, вот, чтобы сюда вода так сильно не капала на стиральную машинку. В танк этот, вот. В танк тоже сделали такую накрывающую штуку. Чтобы оттуда листья не падали, не засоряли трубопроходы тут. Ну, а для стиралки, да, я вот эту штуку купил. 1700 стоит. Дороговато, конечно, для трубки. Больше 30 долларов. Вот, но все хорошо подошло. Сюда буду подключать. Ну, и хочу сделать, да, разветвление сделать. Чтобы сразу можно было и этим пользоваться. И на стиралку шло от ветвления. Чтобы постоянно просто не переключать шланги эти. Вот. И третий шланг. А там, например, на ноги вниз. Или на огород, наверное. Его тоже купил там шланг длинный. А, ну и вытяжку купил. Сейчас покажу. А вытяжка, вытяжка, кстати, оказалась недорогой. Я думал, она 1010 стоит. А она стоит что-то 200 с чем-то. То есть практически как шнур для стиралки. Такой же фирмы. Бостон-бэй, как этот, как наша плита. Сейчас сделали дырку вон. И туда поставили этот танк под дом. По мелочи просим рабочих что-нибудь сделать. И так просто напрямую платим. То, что легко реально сделать. На самом деле я это тоже мог, наверное, сделать с дрелью. Но у них вот такая штучка прикольная есть, чтобы дырки делать. На дрель надеваются. Надо такую тоже можешь купить. Вот. Ну, я, наверное, боюсь все еще с газом особенно возиться. Что я что-то не то сделаю. А так. Вот сейчас дырочку еще заделают. Такую тоже надо штуку купить, чтобы заделать дырочки всякие. Очень полезная вещь дома. Юрчик тоже работает. Юрчик-трабако. Юрчик не согласен класть вещи обратно. Скажи, мне не нужно обратно вещи складывать. Мне они нужны всегда. Ха-ха-ха. У-а-а. Пока. Юрчик тоже достал пилу свою. Пилить будешь? Бамбук. Так, здесь я наловчился уже ездить. Рабочие, в общем, у нас ночуют уже пару дней. Вот, потому что они еще доделают некоторые вещи в итоге. Кухню там на стену сейчас делают. Вот. И мы сейчас поедем пробовать права сделать. Женя мне написал. У него... Он нашел каких-то знакомых, через которых можно сделать. Вот. И может, на Ви попробуем тоже продлить ее права. У нее срок годности кончилась. Без очередей. Чтобы просто за деньги попробовать это все сделать. Вот. Чтобы не тратить на это целый день в очереди. А попробуем это так сделать быстро. Вот. Я уже соскучился по временам, когда я просто сидел за компьютером. У меня, ну, постоянно какой-то движняк. Уже даже немного болит. И я многим даже друзьям ответить не успеваю. Просто вот я замечаю сообщения. Потом, спустя несколько дней, там много сообщений. Вот. Завтра еще Борис приезжает. Вот. И мы... Сегодня я их встречу. В 10 вечера в аэропорте. И завтра мы познакомимся, поделаем что-нибудь. Может, Борис научит меня дрелию, как воспользоваться. Вот. Вот. Посмотрим, как мы с ними время приведем. Они здесь, в Дууине, остановятся. Я бы их... Мы бы их к себе пригласили тоже. Но у нас там бардак сейчас. Рабочие ночуют. Поэтому не получится, к сожалению. Вот. Но я встречу их сегодня в 10 вечера. Вот. Хотя обычно в это время мы спать ложимся уже в 8. Вот. То есть, тоже нужно будет подождать, чтобы встретить их. Вот. Ну, ничего. Поехали. В общем, мы уже съездили. Как там? Тихо, Бака. Тихо. Тихо. Бака. Тихо. Бака. Так вот. Мы съездили. Можно поменять права. Если у вас есть какие-то свои страны, России, другой страны. Вот. Вы можете приложить их, плюс перевод нужен, плюс нужны медицинская справка. Прямо там сразу получается. Сразу дают. Ты там и здоров. У тебя есть диабета. Нет. И ничего. У тебя все в порядке. Ну, при том даже не смотря. Вот. Ну, максимум зрения, да, померят. Вот. И мы это через агентство делаем. То есть, это стоит дороже. А почему через агентство делаем? Потому что, если ходить в этот ГАИ, то нужно ходить очень рано. Утром. И чуть ли не ночью очередь занимать. Там большие очереди. Либо надо ехать в другой поселок. В другой город. Вот. Мы решили через агентство сделать. Стоило 4 тысячи песо. Вот. Ну, они помогают со всеми документами. Сами отнесут в ГАИ. Нам нужно лишь приехать. Будет в ГАИ тоже фото. Ну, сфотографироваться еще. Вот. Ну, посмотрим. Надеюсь, нам сделают права. Сейчас мы пока подали документы. И на днях нужно поехать сфотографироваться. Вот. Мы вернулись сюда. И рабочих уже нет. Они, видимо, все сделали. Дверь нам починили. У нас дверь глючила. Это уже плохо очень открывалось. Вот. Сделали вот такую перекладину от брызг. Вот. В стиле. В таком же стиле. Очень похожем. Тут только эта плитка кафельная. Кафельная называется. Не знаю. Вот. Ну, и так видно, что аккуратно, классно сделали. В одном стиле. Вытяжка в одном из такой загубени для себя. То есть, вытяжка идет через этот шкаф в стену. Вот. Работает все. Вот. На первой скорости вот такой пакет, в принципе, присасывается. Ну, а розетки все тут подключаются. А еще я купил уже эти свет такой на солнечных панелях. Купил две вот такие по 200 ватт и 4 по 45. Я хотел посмотреть, что значит 200, что значит 45. Вот. Ты как понял, 45 я даже не смотрел. Потому что 200 уже маловато. Вот. Ну, вот две по 200 здесь повешу. Пока нормально. То есть, они днем заряжаются автоматически. И автоматически, когда темно, включаются. И освещают. То есть, они все время горят. И хорошо, что... Ну, то есть, есть мы дома и нет дома. Как будто всегда здесь кто-то есть. Вот. Плюс у нас здесь нет розеток, чтобы вот это включать. Поэтому, когда приезжаем, здесь темно. А так будет уже освещено. Вот. Маленькие, я думаю, использовать на заборчик. Вот. Нам, видите, уже натянули леску. Ставят на челепасты. Это вот нам соседи делают, рабочие, из нашего же бамбука. Вот. За более скромный бюджет, чем компания какая-то строит. Вот. Они будут цементом вставлять. Ну, закапывать с помощью цемента бамбук. Вот. Но он такой будет на время. Потом мы уже будем по всей территории делать. Вот. Думаю, на забор можно использовать этот. Маленький свет, 45 ватт. Забор подсветить. И это тоже камерам поможет. Которые вот-вот тоже скоро сейчас придут. Камеры. Четыре штуки. Работают от Wi-Fi и на батарейках. Батарейки там раз в фоллг-года можно заряжать. А можно к ним солнечные панели тоже купить. Тогда вообще не нужно будет заряжать ничего. Да. Думаю, помощнее надо. Не 200. Я видел 500 еще латт продается. Вот 500 будет мощно. И так до всей дороги довести. Периодически, чтобы эти фонарики были до дороги. Но у дороги можно, чтобы они не всегда светили. Автоматические сенсоры включались. Хотя мне вот эти автоматические не очень нравятся. Ты уже проезжаешь, они только включаются. Тоже на машине не очень удобно. Поэтому они могут всегда гореть. Можно вот там на наши столбы вот такие же столбы там повесить. Чтобы видно было, где заезжаешь. И чуть-чуть дорогу там осветить. Ладно, пора работать. Нужно уже хоть какое-то... Уже видео загрузить. Блин, не загружал. Вообще нет времени. Ни на что. Нужно видео на YouTube загрузить. Так, ну, друзья, чисто перед сном смотрю, чтобы заснуть. Это не значит, что у меня много времени. Найвик говорит, убери пчелку, пожалуйста. Я такой... Это небольшая пчелка. Что? Небольшая пчелка. В мою ладонь, наверное. Здесь не передается размер. Ну, вот. Не хочу туда руки. Давай, давай, наружу. Жесть. Как птица просто. А вот дохлая. У нас, кстати, в тех апартаментах, где мы жили, тоже постоянно осы прилетали внутрь и умирали. Здесь. Да, здесь тоже занавесочки. А здесь будут жалюзи. Так, здесь у нас тоже починили. Теперь можно пользоваться краником. Все скрывается. Все классно. Прямо здесь все. Как будто кто-то живет. Полноценно. Навис с подругой из Аки. Помогают прибираться тоже. Вещи разложить. Вот еще, кстати, панели эти. Еще одна большая. И четыре вот такие маленькие. А, ну и телевизор, да. Я вот не помню. Я вот что-то мне после болезни, что ли, говорил это или не говорил. Я забыла уже. Я просто иногда думаю, что... А, вот надо это сказать. А потом, хоп. Типа, я не помню, я об этом думал или я об этом говорил. А, вот еще в душ тоже. Ну, это я сам хочу. Вот с Борисом как раз. Под руководством Бориса. Борис, жизнь на острове. Если что, под руководством Бориса я захочу сделать и прикрутить полку. Мою первую полку. Это будет мой первый проект. Так называемый. И может, может, солнечные панели тоже. Это мне рабочий помог. Он просто залез без дрели, без всего как-то вкрутил. Короче, я вообще не понимаю, как они это все делают. Так легко. Все, мешаешь. Мешаешь. Сидеть. Сидеть. Бак, сидеть. Хорош мешать. Хочет мешать всем. У Бака такая... А, у Баки, кстати, да. У нее же течка. И она стала такая чувствительная. Всех облизывает, ходит. Дома сидит, никуда не ходит. Не гуляет практически. Все время дома с нами. Некоторые пишут, чтобы стерилизовать Баку. Но пока рано. Ей всего месяца 8. Я читал, что стерилизацию лучше делать после второй течки. А у нее первая. То есть, когда организм готов уже. То есть, у нее сейчас организм не готов ни к щенятам. Смайл. Не к стерилизации. Смайл. Да, давай. Смайл. О, какой. Вот он, вот он. Красавчик. Активный. Суперактивный малыш. Гиперактивный. Смайл. Да. Смайл. Смайл. Так, малыш у нас катается. Так. Так. А Нави сейчас будет первый раз готовить на нашей плесе. Вернее, уже готовит. Газ подключили. Вытяжку включили на полную, потому что сейчас будем готовить супер вонючую рыбу булят. Ну, Нави говорит, она не очень вонючая. Это... А, это анчоус. Анчоус. Давай, кистина. Слезть хочешь давай? Да. Оп. Анчоус говорит, не очень воняет. Кофе твое? У тебя кофе есть? Ничего себе. Так, посмотрим, будет ли пахнуть. Нави говорит, мы должны были какую-то дорогую еду есть первую. Типа, и вкусного, и полезного. стейк или что-нибудь такое. Если мы еще здесь окно откроем, не топим, интересно. Во, вообще, подуло. Сейчас ничего не будет. Плюс там еще окна у нас только два открыто. Раз, два. Так, а это надо закрывать от комаров. собакам всяких. У нас в баке течка, поэтому бака пристегнута. Пока они там ходят, я ее не уследишь за ней. Да, бака? Тебе рано еще щенят иметь. Хорошо? Хорошо. В другой раз. Смотрите, игры у них. бакину еду грузят в грузовик. Хорошо, если в грузовик, а то и в воду. Бака, кстати, начал очень много есть. Бака, ты что там делаешь? Что, начал корм тоже свой есть. Может, витамины нужны какие-то? В этом корме много витаминов. Да, бака, тебе витамины нужны? Бака, бака, Един. Един ест его брокколи очень быстро. И он даже сидит там. Точнее. Вау, вкусно! Вау, вкусно! Вау, вкусно! вкусно! Смотрите, сейчас что с ребенком стало Послушный такой Обычно Слезы, брыкания у нас А сегодня только А сегодня даже он слушает Так-то мы и быстро закончим Все, мы вдвоем с Юрчиком подстриглись Смотрите, Юрчик сказал Thank you Thank you for haircut, baby So shiny Не работает Кафе не работает, мам Так, мы приехали к Дарлине К Борису Они живут где-то здесь окажется Где мы прям дайвим постоянно Прям вот они здесь заселились В дайвинг, дайвинг-резорт У меня, к сожалению, навис забыл свой телефон нормальный Будем на мой снимать дурацкие Я говорю, ну вы с утра сходите там Поплавайте пока Сейчас смотрю, там такие волны Надеюсь, они не ходили плавать Вот здесь вон так Красиво Привет 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 Юрчик Привет Привет С платочком своим Привезли, ребят, наше любимое кафе, конечно же Но погода такая Такая семидожди крапает Погода не очень Хотя тоже атмосферно здесь Когда туман Вот он, вот он, идет все-таки Давай аккуратно Давай аккуратно, малышка Ну вот с чего, да, начались Филиппины У тебя знакомство с Филиппинами Почему ты сюда переехал Как с ними вообще познакомился И, может, чем ты до этого Чем ты занимался в это время Расскажи сразу, откуда ты Как тебя зовут, сколько вес Хорошо, постараюсь Меня зовут Борис Я из Краснодарского края, из России Такая интересная история Моего попадания на Филиппины Я занимался таким проектом Строил казачий музей Создавал из старой хаты Делал об этом блог, тоже рассказывал И познакомился, подружился С парнем Который рассказал Впоследствии мне о Филиппинах Я спросил, а где это Он показал мне видео Прекрасные Множество островов тропических Я стал узнавать И перерешиваться Смотрел русскоязычных блогеров И решил, что хочу сюда переехать Жить Вот, и когда Закончил строительство музея Создание, там была непростая История Я на канале тоже на своем Рассказывал об этом Очень долго такая И не очень приятная Нервная Это как бы побудило меня вообще Уехать из России Ну и в связи со многими событиями Тоже Когда ты узнал про Филиппины? Про Филиппины узнал Лет может быть Шесть назад Ну вот тогда у тебя заразилось Да Когда я уже понял, что Мне как бы Нужно уехать из России И с Дарлин тогда же, да? С Дарлин позже Познакомились Года три, наверное, назад Общались Не могли встретиться с ней Потому что была пандемия Я не мог приехать сюда Я до этого, в принципе, никогда не был за границей Не то, что вот на Филиппинах И мы... Я не мог сюда попасть к ней И мы решили встретиться в Армении Пожениться Мы два года до этого с ней общались По переписке Встретились Поженились Побыли немножко в России Три месяца И уехали сюда Сюда переехали с мамой Но она сейчас уехала Вот буквально два дня назад В Россию Обратно Мы прожили здесь полтора года На Минданау Вдовао-регионе Как прошла адаптация здесь Для тебя и для мамы тоже? Сколько лет маме? Маме 64 Для... Конечно, в пожилом возрасте Адаптация проходит сложнее, чем Когда ты моложе Вот И язык дается сложнее И климат Ну, в общем Ей понравилось здесь И мы думаем, что она вернется обратно Через какое-то время Пока мы будем обустраиваться Жить Мы планируем остаться сейчас на Минданау Также в Довао Думаю, там очень много тоже неисследованных, интересных мест Много таких сокровищ скрытых А в нас не пропал дух авантюризма Мы будем исследовать, изучать и рассказывать тоже для людей Потому что немногие русскоязычные блогеры рассказывают о Минданау Многие туда боятся ехать, боялись Оказалось, что там замечательные люди Тоже очень интересные места Хочется посмотреть, узнать Это второй по величине остров на Филиппинах И оказалось, что мы вот соседи С Негросом С Дмитрием С Сергеем и Иваном Вот они выбрали это место Живут здесь Мы соседи Но добирались сюда непросто Пришлось лететь на двух самолетах Через Сибу, потому что прямого рейса нет Добираться тут и на автобусе, и на мотоциклах В общем, с приключениями Чем занимаешься здесь? Здесь Пока я не могу работать на Филиппинах Нахожусь по туристической визе Мы делаем документы с Дарлин Подали на семейную визу Занимаемся этим Сейчас, поэтому занимаемся в принципе только нашим блогом Она англоязычным каналом А я Те же самые видео на русском языке На канале «Жизнь на острове» Поэтому добро пожаловать Все Я думаю, многие подписчики на канале Дмитрия уже нас знают А кто не знает, присоединяйтесь Да, мы в принципе и встретились все тоже благодаря вас Потому что вы пишите мне про Бориса писать Особенно когда мы начали строить дом Вот, что Борис, он разбирается в строительстве Вот, обратитесь И так далее Вот, а Борис следовательно писали про меня Вот, мы списались, встретились Быстро довольно Так что благодаря вам Мы вот сейчас вместе Да, вот И поэтому Ну, а кто не видел Смотрите, ссылка в описании Ну, или просто «Жизнь на острове» Найдете канал Бориса Вот и Дарлен Распогодилась Да, вот Как раз вертолетная площадка Бака-бака 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 Довольно Наконец-то на улицу Да Дома сидела сегодня После «Миньон» кажется таким огромным уже Просто Мега робот Да Миньон у меня в ладонь, наверное, умещается Все Погода распогодилась Мои камеры пришли Секьюрити камеры Так, да, вот пришли камеры Такие легкие То есть Я думал там будет Карабенция какая-то здоровая Сколько он на одной батарее летает? Ну или 25 Или где-то, может 30 Не знаю У тебя три батареи, да? Или одна? Да, три У меня до сих пор одна батарея на моем мини Их хватает, да? Смотри, мне как раз пришли камеры Что это за камеры? Я даже знаю, кого попросить помочь установить Давай установим Камеры Секьюрити камеры Здесь, да? Только они беспроводные Да То есть просто прикрепить можно Да Вот здесь 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 Да, смотрите, камера за 20 тысяч я заказала Прислали Что это? Бильярдный кей? Бильярдный кей Очень дорогой Или ножка какой-то Короче, ну походу магазин Ну я думаю, что магазин скорее всего просто ошибся и отправил другой товар Или скорее всего мошенники Не, ну потому что там камеры, там рейтинг хороший, комменты То есть у меня есть видео, то есть по идее, ну они не могут обмануть Они сказали, что они не мошенники Они сказали, что они не мошенники Не, не, ну сзади это же, ну то есть крупные компании, они там не могут просто так обманывать Просто наклейка-то на коробке, что это камера? Написано это камера А как они нам могут на такую длинную коробку наклеить эту наклейку? То есть теперь надо процесс возвращения или еще что-то, я не знаю или нет Справят еще раз, не знаю, посмотрим Надо писать им теперь и разбираться И ставить им единицу просто рейтингов в ноль В общем, мне настроение испортили не вовремя эти с этой камерой Вот А я написал продавцу, продавец говорит, о, это не наш лейбл Кто-то, короче, во время доставки переклеил наклейку другую Забрал товар, положил, подменил товар, короче Сейчас у меня еще не отобразается, что доставлено Вот, и только после того, как доставлен товар будет отображаться Я могу уже с ним что-то делать, возвращать его и так далее Вот, пока я ничего не могу делать Еще есть мысль доехать до склада местного И приехать туда, начать снимать видео, спрашивать, задавать вопросы Может, по горячему следу понять, и это там выяснится что-то Полиции приготовиться, может, прям полицию туда вызвать Вот, потому что есть подозрение, что это вот только здесь случилось То есть в этом районе, куда мы переехали Потому что только я пять лет пользуюсь, ни разу такого ничего не было Может, вы подумали, а, вот иностранец, новый Давайте-ка здесь разведем его на 20 тысяч на камеру Вот, и зря это они Конечно, жаль безумно, что сейчас надо тратить это время, нервы Ребята приехали, и это меня расстраивает И об этом начинаешь думать постоянно И этим надо еще заниматься, сидеть там, отправлять им какие-то там видео Время на это тратить, которые никто не вернет И это прям, ну, печально Вот, Борис показывает, какие он делал проекты Дома, он тоже занимался каркасными домами Только деревянными Мы строили этот дом Мы строили этот дом только три людей Да? Да Сколько долго вы строили? Три месяца Три месяца? Да 160 метров Это я строил вместе с моей мамой Это моё дом, это было в России Что я строил Я строил все И это я строил двери Я строил двери Я строил каркас Террас Вот здесь Я строил каркас Я строил каркас Да Вы можете строить здесь, в Филиппе, очень красивый дом И сейчас я покажу Это для меня Это я строил для клиентов Может, мы купим следующий дом Да Да Может быть, у нас будет следующий дом Я надеюсь Да Ну вот, смотри Видишь? У нас урок Урок по саморезу небольшой Что такое саморез, а такое болт различить Да Что к чему Да, я вообще просто не понимаю Чем отличаются саморезы по металлу, по дереву И для чего их использовать со сверлом Или обычные И как прикрепить вообще фонарь хотя бы, например Что нужно для этого У меня вообще было искаженные понятия, оказывается Мы должны поехать в магазин, действительно, выбрать необходимые расходные материалы Чтобы прикрепить фонари к пальме или к металлу, например И дырку, чтобы сделать в кафеле, оказывается, нам тоже нужна другая насадка Да Алмазная Да Угу Будем сейчас все присоединять С чего начнем? Ну, давайте кран сначала поставим в отопроводную для стиральной машины Да Первая задача была сделать у нас сразу, чтобы был экран и на стиралку ответвления Мы сначала замудрились, сделали такую сложную систему А потом увидели такой кранчик, который подходит хорошо Вот И, возможно, нам это установить и все Да И проблема решена Да А мы так видеозаписывали, считали, то купить это Там все эти сгоны побывали, и у нас такая система образовалась Да Встрадивление Огромные Огромные Так, да Будет все проще у нас Давай возьмем все Да Так Ну и мы будем делать гриль сразу А девочки сделают гриль Пока мужчины делают мужские дел Да, у нас тут сломался как раз кран Они, скорее всего, свой еще принесут По высоте, слушай, по высоте-то не подойдет Вот это убирается или что? А, придется убрать Может, дырочку здесь сделать Потому что для стиральной машины-то А, может, подойдет Мы сейчас уберем для удобства В общем, я ходил далеко, чтобы выключить воду Мы что и хотим сделать? Хотим тоже выключатель сделать Рядом-рядом с домом Вот, тот, что мы купили раньше с нами Он был не тот, не подходил Рабочий не смогли его поставить Вот, и мы сейчас сделаем супер Вообще будет выключаться У нас включаться здесь Сразу вода и на стиралку, и туда Плюс добавим еще с другой стороны дома Под шланг для огорода Который меняется на то, чтобы ноги можно было просто полоснуть С маленького, с короткого шланга Я отключил, но не знаю пока наш или нет Давайте сейчас проверим Так, я слышу звук воды А здесь прям нормально А, нет, все Или я кому-то другому вырубил Потому что там три было Я подумал, самое новое, наверное, это наше А, вот Вот здесь все купили, нормально Да, да То есть она перейдет Даже она протянется, будет где-то здесь Да? Да, да Мы вот даже ножовку специально купили Чтобы резать Муравьи бегают А, муравьи любят эти шланги Она не может так, да, течь, наверное, долго? Ну, наверное Давай, может, пойду выключу Ничего, ничего Но у кого-то воды может нет Руки помоем У кого-то воды может нет Все, заканчивается Булькает у нас кран, наверное, поэтому так булькает тоже Да, все, теперь можно Воду здесь выключать Туда далеко не надо ходить Пойду в последний раз там включу воду Потому что нам реально далеко идти Кстати, да, изначально А то сейчас скажете, что я Бориса запрягаю На самом деле, изначально Когда он еще два месяца назад Предложил встретиться И что он приедет сюда Он предложил поделать что-то вместе Помочь мне Потому что мне Многие писали ему и мне Вот Борис поможет Борис, помоги Вот Он сказал И он мне тоже написал Давай, помогу что-нибудь Просто ради видео Видео сделаем там Ну, не ради видео Просто там Заодно видео поснимаем Коллаборацию Сделаем друг другу Вот И Поделаем что-то То есть Мы рассматривали Там, может, или заборчик Или что-то Ну, заборчик Раз нам уже делают А вот Накопилось всяких мелочей полно Которых можно Поделать Вот И которые Ну, можно, конечно, рабочих Попросить это сделать Но я хочу, чтобы он мне Именно тоже показал Объяснил Вот Так будет доступ Не на своем языке Вот И Уже многое Учился про дрели Вообще не знаю Оказывается Мы купили дрель И Шуруповерт А я думал Это две дрели Я бы там насверлил Сверла бы поломал Дыры кучи Насверлил бы лишних А то бы и треснуло Вообще Кафель дома Вот Ну, хорошо, что я сам Ничего не делал Вот Даже Когда Ося Борис Мне объяснил Я все Теперь знаю Так много тонкостей Всяких Лучше Выучить Сначала Понять Как Правильно Как говорится Семь раз Семь раз Отмерь Один раз Отрежь Вот Это бы я тут Нарезал бы Труб тоже Так Все Походу Это все-таки Наш Такой Здесь домик Есть Да И вот У нас Здесь Кухня Идет И хотим Под кухней Сделать Для Садоводческий Типа Шланг Чтобы Навило Там могла Поливать И чтобы Он быстро Снимался Через Быстро Снимающую Фигню Такую И Короткий Шланг Наверное Ноги Чтобы Полоскать Так Страшно Выглядит Что Сейчас Обрубаем Водопроводцы Иди Иди сюда любимая игрушка он он не может остановиться это на целый день может бэйби 8 а локса висе и салвизе туда каник все ты хочешь малыш твоя любимая игрушка нравится все это юрчик может часами теперь тут стоять играть в это а вот бетонная что основание площадка кстати он будет хорошо нагревать кстати можно бассейна и на площадку то сделать бетонная и все и шланг закинет докинется туда это трубка я в прошлый раз купил а вот сегодня мы докупили еще быстросъемная штука и все прям сделай сам у нас кружок хоть очень работает теперь у нас краник есть набирать бассейн отмачивать оборудование в то же время стиральная машина у нас будет работать может работать ну и не надо постоянно что-то передергивать переключать отключать как у нас в прошлых апартаментах тоже мы все четко теперь водой в принципе разобрались на теперь по кокосу покажу давай светильник повесим светильник на столб а он далеко а потом пока не так теперь мы пойдем сделаем повесим этот фонарик купили да и пойдем у входа повесим а дрель нам нужно да вот тут наш въезд хотим сюда на наш столб электрические куда-нибудь повыше сделать ну чтобы достать нельзя было и вот и он будет автоматически включаться чтобы за видно было где у нас завес и как раз протестирует тоже эти этот цвет вот если цвет хорошие то можно будет везде поставить на протяжении всего пути так все готово теперь должна автоматически включаться но наверно в темноте только работает сейчас пока не работает так ну все теперь по кокосику я сюда перестану так здесь у нас шишучки ты наигрался водичку а смол так кто первая хавио все и вон я стою оправдоров or put in battle 1 спасибо отведаем как у вас от твоего участка очень вкусные вери тесте так борис хочет попробовать открыть тоже открывал просто как на рынке открывали таким способом ни разу не пробовал хочу попробовать надеюсь пальцы будут поместить на резортах очень аккуратно открывает так красиво но там надо еще на мачете острые иметь хотя это вот может но не очень красиво они четыре раза до куда они три раза даже ударяют и треугольником да ну надо пару по практикам на них это прям быстро получал в графин сливаем смотрите уже сколько вот с трех это мы попили сейчас еще один последний и чуть-чуть до добавлю будет у нас такой лимонад пати кокосовая но это уже старый совсем не это чуть-чуть чисто охладить так ну и вот еще мы успеем возможно вот это прикрепить тык купили сегодня дрель сверху по керамики по стеклу вот и мыльницы а потом я по подобию сейчас узнаю как это делается и сделаю уже все другие вешалки вешалки держатель полосенки для полосенца сейчас надо разметку сделать тут конечно тут прям выйти получается не очень хорошо надо было конечно брать сначала не убрали что не брать то вот это вот а просто запылится сейчас подойти может быть а может и не подойдут сверло маленькая дырка снимаете да сверло не было больше на нас сверло только 4 миллиметра либо большой наоборот бы продавалась тоже пригодились купили тоже с нами тогда броши раз такой набор со сверло с разными так время шуруповерты облитые так бака где было приходится крутить плоской битой потому что ни одни крестовые не подходят под эти саморезы из набора это саморез да не очень потому что ну все здесь не знаю вот вот несколько крестовых бит и ни одни из них не подходят под вот эти саморезы хорошо что есть плоская здесь канавка про . но соскакивает отвертка нереально будет можно тоже ну видишь соскакивает сейчас обычной отверткой можно попробуем отверткой вот оказывается отверткой неплохо заходит красота четко отлично все красота какая спасибо большое пожалуйста теперь я смогу по подобию думаю уже сам это сделать крючок вот здесь для этого зеркала и здесь крючки повесите полотенцесушитель попробуем может завтра попробуем потому что Пока-пока.